всем привет блендер 281 армии мэн нужен генерал а генералу нужна именно фуражка давайте фуражку сделаем какой-нибудь попроще все-таки солдатик так давайте делить на клавиатуре удалим куб семерка на нампаде так возьмем меш возьмем циркл и зайдем в табуляцию так единица на нампаде с помощью мов давайте все это дело приподнимем так теперь семерка на нампаде ни цена нампаде табуляция получается мог ставим е вытягиваем теперь и щелчок вниз опускаем смотрим все тут как нормально все нормально единицы кстати первый раз я делаю как идет уже так теперь есть щелчок опускаем еще козырек вот это так есть щелчок еще кантик опускаем ну а теперь тройка на нампаде и ставим рентген и попробуем вытянуть бей английская вытянуть вот эти вот вершины так вот вот эти вот еще многовато подключаем вот эти по боковым лучше потом их добавим так ну еще вот так вот уменьшим единица на нампаде тройка на нампаде есть щелчок вытягиваем вперед и чуть-чуть вниз смотрим вытянулись нормально и надо вот теперь вот эти вот вот это вот добавить кройка на нампаде жмем е щелчок вытягиваем и вниз и и немножко вот сюда цели бокс выделяем вот эту вершину вот эту вот эту вот эту и жмем английской закрываем так единица так тройка на нампаде есть щелчок но вытягиваем вершину опускаем ее смотрим что-то так подгоняем чуть-чуть и вот так вот утягиваем цель бокс выбираем вот эти опять вершины и жмем английскую так вот эту вершину g чуть-чуть вот так и эту g чуть-чуть вот так вот ну в принципе козырек нормальный надеюсь небольшой так единица на нампаде так вот это g и вот это g вот так вот теперь давайте вверх закроем семерка на нампаде единица на нампаде выберем вот этот регион вот этот регион вершин и теперь семерка на нампаде делаем вот так есть щелчок с С, Е, щелчок, С, Е, щелчок, С, мы продолжаем, а эту закроем Ф, английская, вот такая штука, так, теперь что нужно сделать, вот американский вариант, она квадратная, но нам этого не надо, мы теперь должны вот это все выделить рентгеном, вот так, единица на нампаде, тройка на нампаде, так, что-то тут появился артефакт, была выделена вершина, пардоньте, вот хорошо, что она вылезла сразу, повторить недолго, зато потом не косятик, Е, С, Вот, все нормально, так, ничего не потянуло, наверное, рентген посмотрим, ну, вроде косяка нет, поэтому вершина не потянулась, так, теперь ставим единицу на нампаде, рентген и выбираем вот этот весь, все полигоны нижние, так, единица на нампаде и жмем С, вот так, вот такая фурага получилась, но этого мало, тройка на нампаде, выбираем теперь вот эту штукенцию и жмем R и жмем G, ну, вот такая получилась фуражка, но верх толстый, это нам не надо, так, тройка на нампаде, выбираем теперь вот этот Shift-Alt-Region, G, поднимаем чуть-чуть повыше, вот нормально теперь, смотрим, как выглядит фуражка, миль по меже, и вот эти вот вершины выбираем, жмем S, чуть-чуть растянем для прикола, и вот этот кант полигоны теперь выберем, вот этот кант делаем S, так, поменьше, и теперь нужно добавить лупкатов, один лупкат вот сюда, один лупкат вот так вот, и один где-то вот сюда, выбираем полигоны, и вот эту часть делаем S, вот так вот, и вот эту часть делаем S, вот так побольше, вершины теперь включаем, смотрим, что тут да как, G немножко уводим, G тоже немножко подравниваем, и здесь тоже вот так вот, G, G, вот так вот, ну а теперь, так, надо ещё вот эту S немножко уменьшить, и вот так козырёк чуть-чуть поменьше, чуть-чуть вниз, вот таким вот образом, Добро пожаловать в скульптус Альфа-6, и здесь я буду делать именно голову персонажа генерала, подгружаем заготовку, которая именно ZBrush 2019-2020, ну в принципе она стандартная, жмёте New Scene, ждём, сейчас она подгрузится, я её сплюснул немного, просто генерал будет худой, и сейчас подгрузим именно как он выглядит, окей, ну вот принцип, вот такое лицо, страшное конечно, но мы его чуть-чуть преобразим, просто общие черты лица пусть будут, теперь жмём на симметрию руки, ставим клей на кисточку, и попробуем всё это через shift, вот так вот сглаживается, и немножко поднакидаем ему скулы, можно даже без клей, вот так сюда скулов понакидать, так теперь надо порезать обязательно, надо видеть, поставим детализацию побольше, и давайте что-нибудь этакое поднабросаем, так чуть-чуть побольше, вот так вот, наметим опять же, где будет рот, так челюсть, вот так у него выглядит, глаза немножко здесь вот так, здесь перемычку подредактируем, и наметим вот эту нижнюю кромку, ну вот что-то нормальное, так, ну с черепом нужно что-то делать, ставим вот таким образом, кисточку чуть-чуть побольше, и черепушку немножко уменьшим, вот так, ну лоб чуть-чуть подсводим, вот таким вот образом, немножко растянем, ну и лоб немножко усадим. Теперь порисуем альфом, сделаем вот впадину в ушах, вот таким вот образом, и сделаем шифтом сглаживание, вот таким вот образом, мочку поднаблаживаем щелчками, так, уши у него не топорщатся, фурашка сядет по глаза, что еще можно добавить, ну опять же, клеем немножко скулы, он же все-таки ВДВшник, у них скулы должны быть, ну и немножко подбородок. В принципе, для солдатиков, вот переделывать вот сильно вот эти вот, так, и не надо черепа вот эти, потому что они само по себе, солдатики будут, ну как сказать, ну не сильно видны такие детализации у них, ну можно, конечно, сделать сильно детализированные, но это тоже не принципиально, главное, чтобы он был гладкий и зеленый. Так, шея у генерала по-любому, он стабная крыса, он не качок, шею делаем водоперчивую, ну и здесь чуть-чуть ее вот так вот поджимаем, так, что еще немножко можно сделать, вот это, ну челюсть чуть-чуть вытянуть, скулы немножко приподнять, глаза чуть-чуть вот так вот приподнять, ну можно немножко уши оттянуть все-таки. О, а теперь настоящий генерал. Так, здесь шифтом вырезаем, шею можно прорабатывать, можно не прорабатывать, это не принципиально, ее все равно, вот здесь будет китель, будет не видно. Ну что еще? Ну давайте нос еще доделаем, так. Силу уменьшаем, уже нос вот так вот добавим, и немножко поднакидаем вот этой кисточкой массу. Блин, повторюсь, если бы вот мягкость всех вот этих вот нанесений в скульптуре добавить в какую-нибудь программу, вот в блендерах тоже, это была бы мощь. Здесь вообще все лепится, как будто в сказке. Все так отлажено в этой программе, что вообще не напрягайся, кайфуешь. Ну опять же, внешний вид, вот глины приятен. Можно делать здесь свои именно, вот эти вот материалы, проще, без всяких там заморочек. Так, давайте теперь поднакидаем. Все, есть слово на канале, по скульптуре с альфа-6. Я ее очень давно стараюсь проталкивать, среди тех, кто учится лепить. Очень хорошее для обучения, для начала именно. Так, вот таким вот образом. Ну еще поднакидаем. Здесь уже клейм. Вот эти вот именно вокруг глаз при пухлости. Он же не спит. Думает о завтрашних именно победах. Что там, карты у него на уме или еще что-нибудь. Так, ну и здесь вот почетче. Нос немножко выгладить. Нос пусть острый будет. И немножко его вот так вот, здесь вот так вот сжать. Делаем бугорок на носу. Так, теперь, если клей убрать, силу поставить и уменьшить кисточку, то можно здесь, э-э-э-э, какие дела натворить. Вот так вот. Проводим. Вот такие будут при пухлости. Все это, конечно, можно еще потом в the brush подогнать. Ну вот именно для болванок, для болванок даже можно здесь полностью персонажей делать. Это вот программа очень именно по лицам. Если вы лепите бюсты, вообще она классна для этого. Можно сказать, создана. Именно для бюстов. Конечно, тела здесь сложнее делать, но вот я делал здесь и вулу, и разные персонажи. Но я считаю, что неплохо они получились. Я их, кстати, выкладывал уже. Так, ну здесь вот оформим губу. Так, теперь детализацию поменьше. А то эта кисточка так может намалевать. Так, и вот потихоньку, если кто-то вот волнуетесь, как получится, то ставите маленькую силу и вот просто вводите до тех пор, пока вот, ну вот, скула не преобразится. Где-то добавить какие-то вот складки на губе. Здесь вот так вот можно на скулу. Здесь вот такая мышца тоже есть. Челюстная. Здесь вот так вот губу оформить. Так, нос пусть острый будет. Блин, вообще красава. Так, и вот эту вот кисточку мне нравится. Эта кисточка вообще бомба. Она выравнивает. Её не надо настраивать, в принципе. Только силу ставьте. И она выглаживает такие места, которые, казалось бы, всё, пропажа. Так, ну вот, височную долю давайте ещё сделаем. Вот здесь вот так вот отделим. Здесь вот так вот. Что тут ещё можно делать? Ну вот так вот проведём. Я вот не знаю, усы ему добавлять. Нет, не надо, наверное. Так, что тут ещё? Вот эту часть сильно залез. Так, глаза. Вот эту часть чуть подсадить. Кромку. Вот так. Эту чуть подать вглубь. Ну, а вот эту пульпу, или как она называется, пульса. Чуть-чуть вот так. Вау. С хитринкой. Типа, я вас посылаю на задание, вам хана, но мне насрать. Так. Ну, что ещё? Вот так вот. Так, побольше теперь детализацию. Чуть-чуть подальше, если вот режете, подальше берите от каких-то деталей. Потому что здесь вот она немножко приминает. Вглубь уводит. Так, теперь что? Какая там у неё мышца ещё есть? Вот эта, наверное. Вот так. Вот эту скулу дооформим. А вот здесь вот поднабросаем. Так, здесь уже набрасывать лучше клейм. И силу поменьше ставить. Она так немного берёт. Ну, прикольно рисует. Так, здесь ещё мышца. Так, здесь перегладить. Помягче сделать. Вот эту мышцу тоже явно выделить. Перешифт выгладить. Ну, и немножко вот телюст такую сделать. О! Бомбично! Ну, и шею немножко. Он так удачалый. Ну, вот здесь вот мышца ему по-любому понадобится. Опять же всё выглаживаем. Выглаживает всё мягенько. Без изгречек. Без переборов. Ну, и кадык. Кадык как генерал без кадыка. И желательно кадык у него побольше. Он когда орёт, генерал, у него постоянно глотка работает. Поэтому у них у всех кадыки большие. О! Ну, и немножко плечи вот таким вот образом. И должен быть он у нас худощавый. Вот вся фишка в чём, что этот генерал должен быть худой. Так, все мышцы выглаживаем. Если где-то вот складка, которая нам не нужна, то здесь можно вот этой вот кисточкой попроходить. Так, что-то я далеко ушёл со стола с мышкой. И вот вы её выравниваете и вот таким вот образом выглаживаете. Я как-то 3-4 выгладил полностью. Так, что ещё тут? Ну, так, всё. Вот, в принципе, заготовка уже есть. Остальные мышцы можно уже в забраш накидывать. Можно тут, вот даже уши тут попрорезать, кисточку чуть поменьше, силу побольше. И вот, если надо вам вот эту линию отбить какую-то, вот вы её отбиваете, несколько раз проводите и ухо само туда, куда надо, залазит вот уже. Вот такая получается штука. Здесь потом кисточкой можно немножко, оп! И вот эту часть колёсиком уменьшаете, где-то вот так вот. Вот таким вот образом где-то чуть ухо вытянуть можно. Ну и опять же здесь вот где-то подсадить, где-то подтянуть. Уши можно больше, меньше делать. Так, ну вот такой этап, вот такой вот получился персонаж. Ничего так худощавый, на генерала похож. Идём дальше. Итак, вот такой генерал The Brush 2020. Если кому-то вот эти вот все боковины, вот эти все ориентиры как-то мешают, то их можно отключить в преференциях. В преференции заходим, находим, так, это лангуар переводчик, тумбол, отключаем, и канвайс вот этот. Всё. Отключили. Всё, теперь можно работать по зелёной. Итак, вот подгружена голова. Теперь вопрос стоит так. Тело лепить или взять готовое? Как лепить тело, я уже сто раз показывал. Давайте возьмём болвана в прошлых роликах. Кстати, кто хочет посмотреть, как его я делал, ролик есть, я ссылку кину под этим роликом. И теперь делаем дубликат. И теперь импорт. И добавляем нашего вот этого болвана. Удачно он получился. Его принимает и миксама, и к нему кости хорошо там. И вообще движется он хорошо. То ли из-за того, что ноги длинные, худощавые, то ли чёрт его знает. Или просто удачно получился. Так, вот такой болван. Давайте так включим флур. И немножко его этако в геометре уменьшим. А то он у меня слишком бойцовский какой-то. Так, вот таким образом хватит. Немножко его поставим симметрично. И почему-то голова у меня высоко поднялась. Голову пониже. миль пониже. Голову чуть повыше. И подгоним сейчас тело, наверное, вот этому персонажу. Так, что у нас тут? вот так вот. И вот так его выровняем. Так, теперь вопрос, то ли голова сбилась, то ли что-то пошло не так. Что пошло не так, сейчас сначала резко поработаем. Есть у меня тут косяк именно вот в первоначальном болване, который не для анимации был сделан, это вот этот. И вот нужно просто Ctrl-Shift и вот здесь прорезь сделать. У него получается нога вот эта с этой слипается там вершинами, полигонами и получается казус. Что делаем? Вот так всё это дело до колена ропаха поднимаем, разглаживаем вот эту вот маску. Так, что тут? Ctrl-I и просто колёсиком вот так вот раз и немножко ногу присаживаем на место. Вот так вот. Ну всё, снимаем маску, смотрим, всё, нога нормально и всему болвану это мы делаем геометрии модифика пола джи мира эндлоу. Сейчас как раз поймём, насколько он косяково симметричен. Всё нормально. Так, теперь вот этот горб ему нужно прибрать. Здесь уже мофт опологи. Находим мофт опологи, ставим кисточку побольше, ставим X английская симметрия, генерал сутулы быть не может. Ну и опять же грудину подкорректируем. Так, чё? Симметрия включена? Да, включена. Значит побольше. Так, всё-таки он когда-то качался, генерал. У него что-то должно быть эдакое, стать какая-то офицерская. Так, и вот это вот плечи уберём. Так вот. Ну и крылья ему такие не нужны, он же не атлет. уберём. Ну а тут талия чуть-чуть всё равно жрёт. Срандель чуть побольше. Ну, в принципе, всё. Осталось теперь добавить ему берцухи. Вот это всё выгладить. И добавить ему китель. и отрезать ему бошку. Бошку ему надо отсобачить. Можно её отсобачить Ctrl-W и вот таким вот образом заходим в геометрии, находим Dell Hidden, убираем скрытое. И закрываем Close Hose, если это надо, конечно. Вот теперь всё закрыто. всё выглаживаем. Так, кисточку вот так вот. RGB можно выключить. И теперь вот этой кисточкой Clay Burl Up Alt и всё тут подкорректировать. Пас гладить. Так, смотрим вот здесь вот грудь всё равно большеватая. вот где-то берём. Так, что это за хрень? А, стоит какая-то. Что ещё тут? такая штука. Продолжаем делать генерала. Чтобы общую картину понимать, давайте добавим всё в саптулы. Сделаем так, телу дубликат. Добавим теперь импорт. Добавим вот фуражку, которую в прошлом ролике я делал в 2.8. Добавим теперь так, что гонить. Добавим теперь фуражку. Так, где она тут шляпа? И добавим теперь сделаем фуражки дубликат и добавим импорт именно с прошлого персонажа, тоже Армия Мэн, именно Берц. Как заготовку, чтобы время много не тратить. Что за хрень, блядь. Так, Shift левая кнопка мыши, все это дело уменьшаем, выбираем теперь кепку, это N можно нажать клавишу, MOV и вот так все это дело опускаем и S чуть-чуть приподнимаем так, маловатое, но сейчас все это дело подправим вот так вот. Теперь N и выбираем Герц. Выбираем Герц, тут стоит симметрия, X отключаем и теперь с помощью вот этого ставим Skyl и вот сюда его подставляем. Все, теперь можно сделать фрейм, поближе поставить вот таким вот образом. Так, подгадываем теперь ногу, вот так и вот так. это будет Берцуха, чуть перекрутим, чуть подставим. Что еще нужно кепку подровнять, выбираем здесь кепку и немножко так, что она тут и ксимметрию отключаем. Немножко S и по Skyl и немножко кепет его. Ну вот что-то в таком духе и немножко вытянем его. Вот так. Главное по голове подогнать. И немножко вниз можно столбом разберемся. Вот такой вот генералиус будет. Теперь давайте N разберемся с Берцем. Тут уже поставим мофт Apology. у бойца от собачьим Ctrl Shift ноги родные. Так, симметрию отключим, Берц выбираем. И немножко берц сделаем тоньше. Ножки у генерала должны быть тонкие. вот так вот. И чуть-чуть вот так поставим. Так. Опять же вся фишка в чем? Когда будет делаться анимация, вот эти все ноги должны стоять более-менее ровно. Вот эти Берцы. Поэтому концы лучше выравнивать. Вот так вот делаем. Ну, чтобы у бойца всегда нога большая была. Пусть побольше будет Берцы. Поприколюхи будет. Так. Теперь что? Выбираем вот этого бойца. И давайте ему поднабросаем именно складки, штаны. Короче, вот эту штукенцию. Так. Здесь набросаем колени, чтобы колени были явно видны. Так. Здесь теперь будут карманы. здесь пышный штанок будет. Здесь карман будет. Здесь будет складка. Здесь будет тоже складка. Вот так вот. Ну, а это можно генералу и ровные штаны сделать, чтобы выглаженные были. Ну, подумаем на эту тему. Так. Что еще? Ну, вот этот титель не пойдет. Руки слишком длинные. Давайте руки теперь уменьшим. Так. Сделаем вот таким образом. Сделаем дубликат. вот таким вот макаром. У этого персонажа shift руки от собачьим. вот так. Сделаем теперь геометрию. Сделаем мир and well. Теперь сделаем вот этому персонажу так вот. Руку отсобачиваем. Вот так где-то подаля. И вот эту руку подставляем уже к основному персонажу. Ну, где-то так. Локоть думаю вот сейчас нормальная рука будет. Так, вот этот плянец он тут не нужен. Сделаем вот так вот. Здесь нарисуем еще утолщение. результ здесь чуть-чуть это все уменьшен. Вот так вот. Здесь все поднарисуем, поднакидаем. Вот так вот. Будет длинные у него рукава. Сделаем теперь что? Геометрии как мира N12. О, уже симпатюшный. И добавим где-то в берцухе. Берцухе добавим тоже мира N12. Так. Ну, в принципе, генерал накидан тогда. Теперь нужно что сделать? Генералу объединить руки и ноги. Так, делаем Merge Merge Down. Окей. Теперь здесь все пока оставляем в таком духе. и рисуем ему вот петель так подлиннее. Тогда при ходьбе я не знаю как он будет себя вести. Ну, давайте вот так делаем по-стандартному. Так. Вот таким вот образом. И делаем ему экстракт. Так. можно даже на распашку ему сделать петель, чтобы он висел. Но опять же я не знаю как он при ходьбе будет себя вести. Так. Ладно. Будем делать стандартное. Ну, или давайте наверное вот так сделаем Ctrl Alt проведем здесь вот такую полосу. вот таким вот образом. И сделаем экстракт. Ну, вот толстовато наверное будет курточка. Нужно чуть-чуть уменьшить. делаем экстракт. То ли видюхом меня подтормазывает. Пойдет ацепт. Принимаем все это делаем. И что теперь ставим мофт Apology X симметрию. Вот так все это дело опускаем здесь. Приподнимаем здесь он ровно должен быть. Так. Здесь мы выглаживаем. Смотрим как тут все. И делаем всему этому так. Вот здесь еще немножко отведем. Здесь будет воротник. Вот так. Делаем теперь Dynamesh. И делаем теперь Modify Topology Mirror Entral. Все это дело выглаживаем. Чтобы титель был разглаженный четкий. Чтобы солдат блестел когда он в нем идет. так. Так. Что-то тут у него с крыльями. реанимация будет барахлить наверное. Так. Ну и здесь вот чуть-чуть придаем. Спину чуть-чуть вытянем. Вот так вот. Вот до сюда. Не более до жопы где он будет ходить. Вот так. Так. Смотрим с боков. Здесь вот так ровно тоже его вытягиваем. вот так. Ну из-под мышек вот эту часть тоже вытянем и вырвываем. Так. Есть такое дело. Все добавки и штрихи потом. вот так как тут сверху смотрится. Чуть-чуть отведем плечи. Таким вот образом. Ну а теперь давайте добавим генералу именно воротник. аппенд добавляем куб. Так. Смотрим где он находится в геометре. Смотрим сетку. Делаем ему дайна мэш. Ох ты ёх ты Ctrl Z Дайна мэш чуть-чуть поменьше ставим. Резолюция вот так пойдет. Теперь делаем мов. Все это дело с плюс ним. Вот так вот. Ctrl левое окно промыши перекрутим. Вот так все дело подставим и вот эту часть немножко сделаем побольше. Вот так. Ну в принципе все нормально. Делаем всему этому дайна мэш. Вкрепляем уменьшаем теперь скайл подставляем здесь конечно можно выкручивать но я буду по первобытному опять же делать. Так вот таким вот образом немножко перекручиваем немножко сплюсь вот так вот немножко вот таким вот образом подставляем кверху ну а здесь уже вот так замаскируем и вот так вот развернем так воротник у него шикарный но большой так еще немножко уменьшим немножко эту часть сюда поднимем эту вот так вот эту часть плюснем ну и посмотрим так доходит до середины делаем модифитополаджи mirror and well так mirror and well и чуть-чуть его обрежем тут уже используем trim curve и вот так вот ненужное срезаем кисточку поменьше где-то вот сюда вводим и немножко вот так вот делаем потоньше вот ну вот уже нормально делаем mirror and well все пойдет так теперь добавляем ему еще вот этот один воротник вот этот делаем давайте дубликат делаем теперь mock делаем так s чуть-чуть повыше вот так подставляем все-таки рубаха вот так где-то рубаха у генерала должна быть вот так вот почти завернута вот так вот и нужно теперь добавить именно генералу галстук до пупа а здесь ремень или можно знаете что сделать наверно китель свяжем вот здесь а здесь чуть надуем чтобы он такой был весь красотый так добавляем теперь галстук аппент добавляем куб так кубу делаем геометрии динамеш прям еще поменьше можно сделать 40 смотрим где там вот теперь его давайте сплюснем вот так вот ну и сделаем галстук так сразу вот этому кубу еще сделаем дубликат переключимся на верхний нижний отключим и вот так попробуем его в принципе что нам нужно нам нужна вот эта полоса так что тут геометрии модифика полосы mirror and well так еще немножко вот так mirror and well лишнее говорится нафиг и немножко ну типа галстук вот так опускаем его сюда подставляем делаем с alt и делаем s и вытягиваем чуть-чуть вот вот таким вот образом подставляем перекручиваем вытягиваем вот 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 это оно x симметрия так сохранение проходит и и немножко уведем вот так точно галстук ставим теперь на персонажа ненужное уводим вглубь вот так тоже убираем снимаем маску и вот это все делая маскируем ctrl w и делаем геометрии dell hit включаем видимость всех саптулов смотрим что тут да как вот так вот ну и наверное застегнем вот этот пынжак вот таким вот образом бомб ctrl z ctrl z вытягиваем его вперед вот так вот вот сюда его доводим вот так вот вот таким вот образом x симметрию убираем один бок затягиваем на этот край делаем геометрии mirror and well так все теперь вот так поправляем тут чуть-чуть вытягиваем ну в принципе норм опять все выглаживаем так что тут у нас еще плечи чуть-чуть вверх подаем это сюда и не нужно убираем вглубь ну вот уже бомбично так вот 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 этот куб пристроим на шее в центре сделаем сделаем поменьше сделаем x симметрию не хочет ну тогда порежем чтоб не капризничал так геометрии mirror and well ну и вот так вот дай нам все опускаем теперь в шее ставим frame с помощью зума можно подредактировать ну и немножко alt левая кнопка мыши вот так выбираем левая кнопка ну а теперь с помощью умов немножко туда вглубь воротника уведем как будто это ну вот этот бант а потом пролепим и немножко от шеи здесь вот так вот и опускаем до конца здесь и вот теперь каприз в чем каприз начинается вот в этом персонаже ctrl w ctrl z геометрия del hidden маска просто там осталось и вот эту часть тоже нужно подправить потому что будет барахлить это здесь нам поможет уже clay build up вот так вот поднакидать ну а там сзади вроде все нормально так что тут еще и сзади � Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Добавляем куб... Переключаемся так... Н на куб... Прикольно, кстати, функция... И теперь в геометрии делаем... Дайномеш и резолюцию чуть-чуть уменьшаем... Можно Project поставить... Все это потом будет уменьшаться... Если полигоны у вас растут... Лучше делать... Чтобы не рассыпался... Именно вот этот... Мэш... Вот этот Subtool... Так... Вот будет карман... Один... Мы его сейчас сдублируем... Сделаем поменьше... Опустим... Frame... И выставляем карман... Так... У него будет только на нижний... И посмотрим... Сейчас может и... Верхний добавим... Так... С... Поменьше... И перекруточку... Вот где-то тут... Ну и чуть-чуть... Как у солдата... Пусть выпирает... И чуть-чуть поровнее... Все-таки... Генерал... У него карманы должны быть... Ровные... Вот так вот... Есть... Нормально... Ну и чуть-чуть наверное... Сплюсим... Потому что они так... Там... Сильно большие... Ну и один карман... Давайте все-таки наверх поднимем... Через... Ctrl... Левая кнопка мыши... Перекрутим... Выведем... Сюда вбок... Смотрим... Как он тут ляжет... Так... Здесь карман большой не прокатит... Потому что... Где руки... Потом начнутся... Казусы... Наверное... При анимации... Как вот... На солдафоне... На мелком было... Карманы... Видно... Рядом были... Так... Что еще... Ну это вот так... Ну а потом... Пролепим... Нормально... Где-то... С помощью... Мофта... Положи... Можно подогнать их будет... Так вот... Чтобы они более... Такие были... Ну... Мятые что ли... Так... Ctrl... И... Здесь можно... Чуть-чуть вот так вот... Повытягивать... Где-то... Постянуть... Где-то... Вот так вот... Во... Что-то в таком духе... Снимаем маску... Смотрим... Как тут сверху... И... Делаем... В моде... Фитоположен... Mirror Entrel... Так... Ну карманы... В принципе... Намечены... Давайте... Теперь добавим... Вот этот... Именно... Пояс... Пояс... Заморачиваться... Тоже не надо... Можно его просто... Экстрадировать... И надуть... Вот так вот... Делаем пояс... Вот так... Снимаем маску... Ctrl D... Добавляем... Дивайдов... Чуть линия была... Вот так вот... Линию делаем... И... Делаем... Экстракт... Это... Толстый... Ну... В принципе... Пойдет... Сейчас его... Уменьшим лучше... Shift... Так... И... Немножко... Уменьшим... Во! Вот так будет прикольнее... Ну и бляху можно добавить... Не знаю... Заморачиваться с ней... Нет... Можно просто взять... Вот... Что тут есть... Так... Ну вот уже готовая бляха... Эксимметрию... Отключить... Als это... Или... ...я... Ну вот такая получилась стукенция. Чтобы чётче была, вот этот язык, вот эту часть можно немножко погрузить вот так вот, эту чуть углубить вниз. Вот так. Ну а здесь дорисовать язык. Так вот эту часть приподнять, эту часть чуть-чуть. Так где-то наверно. Вот таким вот образом. Ну вот такая стукенция. Так, что ещё? Давайте разберёмся с воротниками и со штанами. Потом складки, дорисовка и вот такое получается генералище. Берцухи доделать. Тут штаны где-то попышнее. Не знаю, может берцы ещё тоньше сделать. Так, выбираем берцы. Вот. Вот теперь точно генералная. Точно. Берцы чуть поменьше. Делаем геометрию в моде фитопол для мира эндвел. Если чё, поднакидаем, пролипим. Чуть-чуть попышнее сделаем схватку. Так, на костюм из жетоны добавим. Что ещё? Так, давайте воротники я хотел доделать. Так, тут симметрию включаем воротник вот так вот. Раз. И поднимаем и немножко вот сюда. Главное, чтобы вот воротник не доходил именно, можно его чуть вперёд вот так. Но чтобы он до челюсти не доходил. На прошлом бойце в анимации большой воротник. И вместе с воротником у него челюсть нижняя, ну в смысле, двигалась. Так. Деформация. Находим инфлат. Вот. Чуть-чуть поднакачаем. Н. Выбираем. Так, воротник один. Вот он. Заходим, находим деформацию. И опять же инфлатом. Ого. Попышнее. Смотрим, как да что. Вот эту часть воротника можно немножко... В принципе, прикольно вот так. Ну, при анимации, наверное, лучше пусть прилипнутый будет. Так, всё забываю. Так, воротник один. Так, всё забываю. так вот и вот эта часть чуть-чуть подвинем вперед теперь следом идет н китель его чуть-чуть вот так ну и пролепить немножко его надо здесь все метры с одной стороны только здесь вот так уходит ну и складок поднакидать а Теперь нужно разобраться с фуражкой, немножко подкрутить ее, подтянуть, опустить. Можно вот так вот сделать, но лучше чтобы глаза у генерала должны быть видны. О, чайник немножко уменьшить, смотрим что-то так. Забыл погоны, погоны забыл, погоны, шевроны. Ну чё так эпизодично. В анимации вот когда кости вставятся, поза будет еще тут сейчас доделать. Вообще будет ну в жесть, а не мужик. Так, погоны, да. Все равно погоны, давайте проще их нарисуем. Включаем N, включаем китель, включаем их симметрию. Вот так вот. И когда рисуете, делайте их чуть-чуть потоньше. Они потом все равно станут пешнее. И чтобы вот именно по плечу. Так, делаем Ctrl и. Выравниваем. И теперь опять же их симметрию убираем. Гизму. И вытягиваем так. Чуть-чуть их вот так. Ну их можно именно отделить, пролепить. Тоже не проблема будет. Когда руки опустят, будет погоны прям так торчать. Ну прям нормально. Так, ну все. Вот такой персонаж. Сейчас вот уже карманы я долеплю. Доделаю всякие вот эти вот складки. Где-то порезе. Где-то исправлю сетку. Поднадую или переделаю берцы. Штаны вот здесь вот. Немножко как-то может глаже сделаю. Все-таки солдат должен. Штаны выглаженные быть. А, еще. Это же будет у нас пластилиновый. Вот на тех персонажах я забыл. Вы когда берете, если кто-то будет делать вот стандартную кисточку. Поменьше ее делаете вот так вот. И вот здесь вот так вот. Делаете вот такую полосу. По руке. Она для чего нужна? Это как будто у него склейка. Вот так вот. Подмышками вот здесь вот так вот. И по всей длине. Так. А, еще что я забыл. Пардонте. Тоже же генерал. У бойцов-то вот эти вот пятаки сзади. Давайте ему тоже пятак добавим. Так. Append. Добавим. Вот этот цилиндр. Панель-цилиндр. Панель-цилиндр. Вот так вот. Переворачиваем. Делаем ему скайл. Я вот не знаю, у генерала были вот эти на спине там, в игре. Там генерал в основном с лица показывает. Он приказ отдал и свалил. Так. Вот так вот. Раз. Поднимаем вот сюда. Ну и делаем потолще. Чуть вперед вытаскиваем. Вот так. Ну типа лепленый. Во. Ну вот такой получился набросок генерала. Все. Всем пока. До свидания. Следующий ролик попробую сделать, чтобы они маршировали. Генерал принимал типа парад и так далее. Ну танки может еще проедут.